Еще в ноябре минувшего года мы делали анонс того, кто такой Курт Волкер и чего можно и нужно ожидать от его назначения на пост спецпредставителя Госдепартамента в Украине. Тогда, резюмируя анонс, мы прогнозировали следующее. В общем, роль Волкера просматривалась с самого начала. Он должен был показать бурную деятельность, в конце которой можно сказать и американцам, и европейцам о том, что все мирные средства решения вопроса оккупации России части Донбасса и Крыма полностью исчерпаны. Но Кремль так и не вышел из состояния белой горячки, оставшись на позиции, которая точно характеризует слово «обырвалг». То есть, в какой-то момент Штаты должны сказать Москве «Мы вам предлагали другое решение вопроса, но теперь это предложение снято». Скидки уже не действуют, но предложить надо было обязательно, чтобы прикормленные Кремлем европейские товарищи не подняли вой, когда начнет работать вариант «Б». Что это за вариант, понятно с самого начала, но Волкер о нем ничего не говорит, кроме того, что США, наконец, должны начать поставки летального оружия в Украину. Посему те, кто читает и слушает Волкера, имея в виду, что перед ними голубь мира, который рассуждает о том, что и кто должен выполнить по Минску, должны присмотреться повнимательнее. Тогда они увидят знакомый клюв и когти ястреба. За это время случилось много чего, и Украина таки получила множество необходимого для вооруженных сил, но самое основное – начались поставки летального оружия. Это был принципиальный шаг. Оно или поставляется, или нет. Администрация Обамы четко остановила поставки именно летального оружия, и эту ситуацию надо было переломить. Как мы знаем, первыми ласточками стали переносные противотанковые комплексы третьего поколения «Джевелин» и снайперские комплексы крупного калибра. После этого принципиальных препятствий поставок летального оружия уже нет, и теперь все это регулируется чисто техническими аспектами. С заявками самой Украины, возможностью оплачивать заказанное и желанием США осуществлять поставки вооружений по программам военной помощи. Как это давно и успешно практикуется Вашингтоном. Программы помощи выглядят одинаково. Бесплатно поставляются системы вооружений, а боеприпасы, комплектующие и расходные уже покупаются. Но иногда и это поставляется бесплатно. Все зависит от того, насколько важным Штаты считают военное состояние партнера, и, конечно же, насколько к нему высок уровень доверия. Похоже на то, что мы очень быстро движемся в самый верх списка стран, с которыми Штаты готовы вести всестороннее сотрудничество в сфере обороны и не только в ней. В любом случае, Курт Волкер снова напомнил о себе и сообщил прессе о том, что в результате переговоров, проведенных с руководством Украины, встал вопрос о помощи ей в восстановлении военно-морского флота, авиации и ПВО. Тут логика проста. Украина выходит из глубочайшего кризиса, вызванного, собственно, войной и полной переориентацией своей экономики на Запад. Это значит, что Украина выходит с российских рынков и сама РФ уходит с украинского рынка. В этих условиях Украине очень трудно осуществлять закупки вооружений в реально необходимых масштабах и при этом не положить собственную экономику на лопатки. Поскольку флот и авиация очень дорогое удовольствие даже в обслуживании, то закупка существенного количества кораблей и самолетов в ближайшее время нереальна. С другой стороны, США имеют на хранение просто колоссальные объемы этой техники, которая может быть передана партнерам и союзникам в виде военной помощи. При этом Волкер отметил, что почти весь флот Украина потеряла в Крыму, а с авиацией еще до войны было не очень блестяще. Возможно, это и хорошо, поскольку не нужно будет подстраивать друг друга под разнотипные корабли, например. Примерно то же самое и с авиацией. Тем более, что не особо афишируя, наши военные появляются то на базах ВВС, то на базах ВМФ США, а то и ведут совместные учения, впитывая опыт партнеров и вплотную знакомость с новой для себя техникой. Не зря же военных прямо сейчас готовят к необходимому военным уровню владения английским языком. Ну и все мы помним прошлогоднее фото генерала Муженко, летавшего на F-15 в Штатах. Похоже на то, что на ближайшем параде мы можем увидеть в небе непривычные очертания боевых машин, а одесситы смогут любоваться чем-то не менее крупным, чем флагман ВМФ Украины Гетман Сагайдачный. По крайней мере, Волкер приучил всех к тому, что он слов на ветер не бросает и в который раз подтверждает, что у этого голубя мира острые когти и крепкий клюв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok